Приветствую вас, наши дорогие телезрители. Сегодня пятница, немножко мы отошли от нашего формата, и наша передача выходит на туре именно сегодня в студии Михаила Меркулов, Дмитрия Ершов. И сегодня к нам сразу пришел гость, прославленный футболист любительской футбольной лиги, легенда, человек с двумя сердцами, с двумя, я не знаю, любыми органами, человек, который выиграл в ЛФЛ практически все, победитель лиги Москвы буквально в эти выходы, Максим Квальчук. Добрый вечер. Макс, приветствую. Ну, на самом деле, по титулам ты, по-моему, все выиграл, да? Ну, на общем, московской все, да, вот последний был. И общероссийский. Ну, общероссийский. Чемпионат России, кубок. Все было. Все было у тебя. Ты один из самых титулованных футболистов. Максим, в эти выходные, вот, Лига Москвы, вот этот кубок, расскажи, пожалуйста, вот эмоции, какие сейчас они, вот, наверняка анализировано, свежую голову уже, да? Миш, не знаю, наверное, может быть, так скажем, эмоций таких слишком больших не было. Почему? Потому что концовка выдалась, вообще, сам финал выдался такой очень тяжелый. Дорога к нему еще тяжелее, вот. Плюс, я, да, вот тебе говорил, мы с тобой встречались на стадионе, как говорится, финал был достоин, была, так скажем, такая игра на тоненького, да? То есть, могли выиграть одни, другие, пенальти, удаление, причем концовка, да? То есть, не забитые пенальти даже, да? То есть, которые подхлестывали. То есть, встречали действительно два достойных соперника. Как и в спорте, не бывает без везения. Может быть, нам где-то, может быть, больше повезло, учитывая, что там второй был, там, пускай, да, там, Улья как заслуженно получил лучшего, я считаю, игрока, не только по финалу, но еще везде по всему турниру. Вот, фар, да, его, там, этот сумасшедший пушечный удар, там, привел к рикошету и гол. То есть, мог же он этот раз отлететь, как ворота, так и, допустим, куда-нибудь на угловой. Да, опять же, это фар. Ну, вновь результат делает Ульяненков. Если бы его не было, Портер бы не выиграл. Ну, давайте начнем с того, что, конечно, очень многое у нас завязано на этом игроке. Никто не скрывает и никто в этом даже не пытается говорить что-то в обратном, да? Ну, давайте будем тоже откровенны, что помимо Ульянкова есть еще, как минимум, 7 человек на поле. И кто, если будет один Ульяненков доставлять им эти мячи? Кто будет зарабатывать эти штрафные ряды и обороняться в обороне? То есть, ну, да, конечно, я очень рад, что Илья раскрылся, еще он раскрылся в том году, и он продолжает держать свою марку и уровень. Это очень отрадно, это очень здорово. Быть и играть с этим игроком вместе. Я очень радуюсь за его успехи. Но еще раз говорю, что в любом случае, какого бы игрок не был, силен или нет, побеждает команду. Макс, ну вот, кстати, такой момент подметил. Можно разделить вот этот финал на три части. Ульяненков, 7 человек остальных, 6 полевых, и вся остальная команда. Ну, это у вас уже какой-то пошел, наверное, все-таки стереотип. Давайте еще, я повторюсь, наверное. Да, Илья значимая фигура на поле, в первую очередь. Да, мы говорим об игре. И его заслуг никто не умаляет и не принижает ни в коем случае. Вот. Но давайте вспомним финал год назад. Кубка Москвы, да? То есть, в которую мы играли в том году. Спарт, по-моему, да, было? У нас нет, у нас была не Спарта. Тоже добротная, хорошая команда. Я уж так сейчас, наверное, Миша не вспомню, если честно, чтобы не соврать. Но давайте вспомним, сколько там было потрясающих действий, да? И давайте начнем говорить о том, что там третий или четвертый гол, когда забивался, по-моему, я уже не помню. Был разведен, был отбор на своей половине поля. Практически доставлен до Ильи, который этот мяч замыкал уже в пустых воротах. Опять же, это говорит о действиях не только самого игрока атаки, да, Ильи Ульянникова, но и еще о действиях других игроков, которые находились на поле. Просто, наверное, наша беда, наверное, в большей степени, ну, как бы, да. Мы, наверное, просто портер, мы, наверное, оттолкнулись от простого. От того, что, знаете, как говорится, воспользовались своими положительными, сильными сторонами. Это тоже надо видеть. Да, и мы сыграли от своих сильных качеств, в частности, от игрока Ульяненкова, да? Ну, это нормальная вещь. Я даже, Макс, вот этот вопрос смотрел через призму не Ульяненкова, а как раз через призму запасных, которые не вышли. Вот, практически не выходили, хотя, по идее, у тебя там были достаточно квалифицированные футболисты. Это Иванцов тот же, да, это Серега Карташов. То есть, в принципе, им можно было дать бачков, в принципе, тоже. Не спорю, не спорю, согласен. Мы изначально вызывали максимум игроков, ну, не то, что там задавить заменами, да? Вот, опять же, давайте вернемся к финалу год назад. Мы также вызывали максимум игроков. Это для чего? Я думаю, что ни для кого не будет секрет, что любая поддержка в лице любых, да? То есть, там, вот, людей всегда приятно. И когда тебя поддерживают, и поверьте мне, в этом финале не исключение. Мы очень часто и постоянно слышали поддержку ребят с бровки, которые не выходили, которые выходили там на минуту, на две. И это всегда приятно, и оно как-то дает каких-то дополнительных сил и эмоций. Ну, было оговорено, что, ребята, вы там можете сегодня не выкинуть? Нет, ничего не было оговорено. Я просто сказал еще накануне, когда мы играли в заключительную игру чемпионата, вот, мы специально там играли сменами, чтобы дать побольше отдохнуть и какие-то сочетания там еще посмотреть, как мы будем играть этот финал, да? То есть, мы уже смотрели туда на завтрашний день, да, на финал. Вот, я единственное, что сказал, что никто не обижался, чтобы все отнеслись с пониманием к тому, что происходит, что мы здесь, как говорится, одна единая команда, добившаяся своих определенных целей и идущих к ней. Остался один шажочек. Поэтому, ну, я не увидел никаких обид, может быть, кто-то, конечно, скрыл свое там недовольствие или еще что-то, но это понятно, каждый хочет участвовать в финале, их можно понять, но я думаю, что… Максим, как думаешь, ну, тот же Карташов, там, Иванцов, они бы, ну, как минимум, не испортили, а там, например, вам бы кому-то дали бы подышать? Я не спорю, да, Миш, тоже есть правда, но есть еще такой момент, мы отталкиваемся еще все-таки от того, что насколько часто игроки наши на протяжении всего, да, чемпионата, турнира, Кубка Лиги Москвы, всего, да, то есть, брать совокупности, просто приезжали. Так как в Портере нет такого обязательно, все должны приехать, да, то есть, как бы, здесь так, есть информация, восток эта игра, собираемся, не собираемся. Кто-то может, кто-то не может, поэтому обязаловки нет. Поэтому, конечно, больше, наверное, делали ставку на то, кто чаще играл, хотя есть там тот же Ваня Коротков, да, там, Саша Бачков, да, там, которые часто играли, да, но в финале, к сожалению, не получили там игрового времени. Но, опять же, это не от того, что не рассчитывают на ребят, это не от того, что они слабее. Может быть, наверное, мы, как вот и по поводу Ильянки не стали, ну, по поводу Ильянки, да, там, нападающего, может быть, мы не стали просто экспериментировать, что в финале войти в игру тоже нужно уметь. Ну, тяжело, я согласен. И поверьте, что вот любой вот этот вот момент, там, где-то, ну, мандраж, где-то что-то кексануло, да, где-то еще что-то мимо мяча приведет к какому-то забитому, пропущенному, точнее, мячу, все, и финал можно проиграть, и каждый по-разному может отнестись к этому. Кто-то скажет, ну, вот, зачем выпускали, а другой там начнет там в себе копаться, и еще от этого хуже будет. Поэтому неизвестно, что лучше, не выпустить или выпустить. Ну, сложно здесь. Да, здесь сложно, и когда ты принимаешь вот таких экстренных ситуациях какие-то, принимаешь решения, ну, их надо принимать уже с какой-то, знаете, 200-процентной уверенностью, что да, этот игрок выйдет, да, этот игрок попадет, да, этот игрок не испортит, а воборот, ну, как минимум не ослабит там ту позицию, на которую выходит. Вот, поэтому я в любом случае, еще раз говорю, это победа общая, независимость ни от чего. Максим, ну, и ты также был на поле, да, то есть, по сути, заменами руководить, наверное, не мог. Может быть, и в этом дело? Ну, если вы знаете, не секрет, у нас на бровке находился и Николай, наш руководитель, да, который на протяжении всего года постоянно присутствовал, и когда не играл сам, он руководил, да, ну, и также Денис Щукин, которому опыта не занимать в руководстве, так скажем, да, команды. И перед игрой мы втроем общались, мы пообщались, как начнем, как оттолкнемся. Денис Щука прекрасно понимал, кто на какой позиции играет, и до него была не донесена информация. Поэтому в нужный момент, есть уж, конечно, какие-то прям вот совсем критические ситуации, просили бы смены, замены бы, я думаю, он спокойно бы все сделал и правильно поставил бы игроков. Причем, что я видел, что он пытался там валировать, и Боча выходил, пускай, да, там на мгновение, пускай там Иванец выходил на мгновение, но они выходили, да, может быть, вот здесь уже согласен, здесь мне уже тяжело, наверное, стопроцентно соизмерить, попали они в игру, не попали, потому что были такие моментальные выходы, и сразу уходили, да, то есть обратно смена. Но со стороны, наверное, виднее, поэтому здесь, как бы, я за точку зрения того, что смены, я не переживал, потому что там были квалифицированные люди. Макс, вот что вообще ждал от Цепа, да, хорошо, наверное, было то, что они постоянно играли на Сиэтуне, да, могли их видеть, как-то вот вкратце. Ну, что, во-первых, я еще раз, да, как вначале сказал, финал достойных двух команд, это раз, второе, это команда из нашей группы, то есть две команды вышли из одной группы и встретились в финале, то есть это говорилось о силе нашей группы, вот, дальше мы с ними в группе разошлись дружно, да, то есть по разу друг к другу, а друг к другу обыграли. В гостях, причем, как бы, ну, да, номинально, да, вот. Ну, во втором, кстати, вот, что отдать им должное, во втором ответном матче в группе они очень грамотно нас разобрали. И вот, пожалуйста, к вопросу о том, что Илья Уляненков, насколько бы его силы не была, но насколько они грамотно подошли к этой игре, потому что она очень зависела, то есть им нужна была эта победа с точки зрения того, чтобы идти бороться туда дальше. Насколько грамотно они сыграли, то есть они не дали сделать не только Илью Улянкову ничего вообще, они всей команде практически ничего не сдали. Макс, ну, при этом вы тоже, в принципе, не дали сделать ничего, но первый тайм вообще прошел, по сути, без моментов, да, очень внимательно и вы обронялись, и цеп, ну, я думаю, что здесь, наверное, просто боязнь, наверное, ошибки заставляла две команды играть более, так скажем, ну, просто, более от простого, более уверенно, ничего не выдумывая, не оголять, не бежать туда вперед, чтобы не получить контур. Причем, чтобы две команды могли убежать в контур, потому что у них для этого все имелось. Второй тайм, он был немножечко другим. Понятно, что счет стал 2-0, Ульяненков забивает вновь штрафного, понятно, что ДСЭПу надо идти вперед, но мне показалось, во-первых, в какой-то момент вы сами пошли почему-то вперед, так ли это? В какой-то момент появилась какая-то уверенность, не знаю, может быть, как бы там у ребят нет, но появилось, что можно туда идти, почему? Потому что, как ты правильно сказал, соперник начал больше усилий сделать на атаку. Соответственно, они оставались и зависали в случае обреза на нашей половине поля, соответственно, у нас там появилось больше пространства. Естественно, мы туда бежали, для чего? Каждый забитый гол, каждый забитый гол приближал нас к тому заветному тропе. Но получилось наоборот, что как раз вас ловили. И вот как-то в какой-то момент прям такое ощущение, что вот вы сильно потели, а ДСЭП очень сильно наседал. Ну вот тут, к сожалению, не поспоришь, Миша, мы действительно посели, и это чувствовалось где-то уже после 17-й минуты второго тайма, где-то, да, это было видно, мы задышали. Мы задышали, во-первых, очень во флангах. У нас фланги практически отработали накануне, но не всю игру, я как и говорил, мы все-таки делали замены. Но это тяжело, тяжело по той тактике, которую мы играли, по тем погодным условиям, хотя, слава богу, не так все-таки жарко было, как это было до этого. Но и соперник, который постоянно флангами атаковал, доставлял нам очень много хлопот, очень много хлопот. То есть там приходилось трудиться, там не на секунду нельзя было терять концентрацию, чтобы не получить. В принципе, мы получили чуть-чуть потери, опять же, в углового флажка, вспомнили, как мы пропустили гол. Опять же, там, за счет индивидуальных действий Илюхи, да, там теряет мяч, может быть, можно было отыграться, там открывались под него игроки. Вот, идет потеря, быстрая вертикальная передача, зашиворот нашему крайнему защитнику. Все, ну и там уже палить правильно опасно, потому что он выигрывает позицию, ну и разбирается уже один в один с нашим вратарем. Да, конечно, потери концентрации на долю секунды приводит к тому, что счет сразу стал минимальным. Ну, сложнейшие, Макс, минуты были. Вот эти, когда счет стал 2-1, они прям наседали, мне казалось, ну прям вот... Сложно было, сложно было до минуты, пока они не забили пенальти. Вот, да, мы получили пенальти, мы получили минус одного игрока. Пенальти, наверное, все скорее было, чем не было, скажем так, да, вот, но опять же, это пенальти не из того, что там, как-то вот, потому что чуть не успели, да, чуть-чуть провалились, побежали, цепанулись, ну что, ну зацепил, был контакт, был, пожалуйста, получи. И в этот момент, да, естественно, сразу первая мысль, ну все, сейчас 2-2, психологически, конечно, если мы сейчас пропускаем, нам будет очень тяжело, с учетом, что будет минус один игрок на поле, вот, и они промахиваются, и здесь все, то есть для меня уже, как бы, я прям, ну как манна небесная уже мысль была, все, я прям изначально расставляю игроков, понимаю, как я буду играть эти оставшиеся 8 минут, там, по-моему, 7-8, ну 8 или 9 минут оставалось, по-моему, насколько я помню. Я посмотрел на табло, как только вам не забили пенальти, я смотрю на табло, и я понимаю, что я буду требовать от игроков на поле, и я понимал, что мы сможем это выдержать, честно. Ну это здорово, потому что, возможно, вот эта внутренняя неуверенность, она и дала возможность вам во-первых, дотерпеть, во-вторых, чтобы фарт, вот вы удержали его, согласись, там, моменты казались, я не знаю, вот как со стороны, например, вратаря, как проходили мячи, но вот со стороны сбровки, казалось, что ну прям вообще мячу деваться некуда, и он все равно мимо идет рядом. Согласен, но я очень хочу еще отметить, вы говорите, вот, да, вот вернуться к разговору, там, Илья Ульяненков и остальные 6 полевых игроков, не будем брать вратаря, да, сейчас надо, но давайте будем откровенны, что Миша Архангельский сыграл потрясающе эту игру, сколько он, сколько он блокировал ударов, сколько он перекусывал атакующие действия игроков, то есть, да, он где-то, может быть, порой играл на грани, да, вот на грани фола, вот этого, но это финал, а как по-другому? Макс, ну ты тоже, сколько ты подкатов сделал? Ну, честно говоря, я об этом не думал тогда, вот, потому что с каждой минутой становилось тяжелее, но я прекрасно понимал, что это единственный пока пробел в моей коллекции, где у меня нет еще, его надо закрывать, потому что пока новых кубков не придумали, и пока я еще могу двигаться на поле, да, то есть, как-то играть, хотя бы хоть по чуть-чуть, да, но надо, надо его выиграть обязательно. Максим, как отметили? Миш, ждал этого вопроса, честно говоря, мы, честно говоря, мы особо не отмечали, потому что у нас еще игра с CDN, так скажем, да, еще сезон для нас по сути дела не закончен, вот, мы решили всей командой в субботу собраться, вот, в ближайшую субботу после игры CDN, вот, и, как говорится, уже отметить, как закрытие сезона, и уже параллельно, как говорится, победу в кубке, вот, но мы чуть-чуть посидели после игры, приехали в воскресенье сюда, вот, опять же, где-то частью команды, потому что это было спонтанно все, вот, ну и так как у нас все-таки были ребята, которые надо было уезжать, вот, ну, так с ними тоже немножко, скажем, отметили, но ничего сверхъестественного. Макс, скажи, пожалуйста, кубок у кого будет храниться у тебя? Да, у меня. Ну, это не удивительно. Не, ну, капитан все правильно забирает, есть, были ли те, кто хотел посягнуть, кто хотел забрать? Ну, я скажу так, Миш, если и были, то, по крайней мере, не обозначали. Не обозначали, все понятно. То мне о них неизвестно. Максим, ну, на самом деле, великолепно, что удалось, у тебя даже будильник зазвенил, что пора заканчивать тему с Еврокубками. Макс, поздравляем тебя с этим очередным кубком в твоей замечательной карьере, поговорим мы о первом дивизионе, ну, уже с Максимом Киселевым, но мы обсудим еще один матч, наверняка ты его видел, который состоялся после вас, это матч ЦДН и тройки. На самом деле, что произошло, я просто в шоке в таком. Уже вторую передачу, 0.6 Титан у нас получает от Мега Титана и сейчас 0.6 ЦДН получает от тройки. Неужели настолько тройка сильнее? У нас даже наш режиссер Роман Алтухов, который разбирается в Южной Лиге, неужели, Ром, тройка настолько сильнее? Ну, он даже разговаривает бесполезно. Ладно, если серьезно, Дима и Максим. Ну, я свое мнение скажу, Миш так. Ну, к сожалению, ты говоришь, я смотрел, нет, я не смотрел в этом же финале, в котором... Вы же, по-моему, там были, или вы уехали? Нет, я уехал, во-первых, я в концовке получил травму, я матч финальный не доиграл, там, несколько минут, может быть, не знаю, вот. И, соответственно, из-за травмы я не оставался, я поехал, поехал с ребятами, которые уезжали, чтобы поблагодарить их, немножко, посидеть, пообщаться с ними, поэтому, скажем так, я в текстовом режиме получал информацию по поводу игры тройки с ЦДН нашей. То есть, ты интересовался, да? Ну, конечно, да, естественно, с ЦДН, во-первых, не чужая команда, и это наши, не просто соперники, это, во-первых, наши соратники, потому что две команды из Запада представляли из этих четырех финалов. Вот, в том году, если вспомнить, было четыре, в этом две, да. Вот, по поводу тройки, ну, что я скажу, да, она сильна, но, к сожалению, результат, ну, я не знаю, что ж, но чтобы она прям вот настолько, да, то есть, вот именно, что вот по такому крупному результату можно было сказать, что ЦДН такой слабый. Может быть, ребята перегорели, может быть, быстрые голы, как мне сказали, были забиты, да, то есть, в этой игре немножко выбили их из колеи, может быть, еще не до конца готовы, хотя там собраны квалифицированные игроки, не знаю. Да, могу сказать одно, что тройка достойный, сильный соперник, попала в тяжелую группу в Лиге Чемпионов, мы с ними столкнулись, я имею в виду Портер, в одной восьмой, я считаю, что мы с ними сыграли, в принципе, достойно, я имею в виду не по результату, конечно, а именно по качеству игры, и на выезде мы вообще хорошо сыграли, добротно, и здесь дома, но, опять же, они действительно обладают той суперсыгранностью, таким взаимопониманием сумасшедшим, то есть, у них ничего не меняется, у них ничего не надо менять, у них все четко, то есть, все настолько сбалансировано в каждой зоне, что вот, ну, ни к чему придраться нечего, и они потихоньку, потихоньку, с каждой минуты они наращивают свои уверенности, свой темп, и они добиваются этого результата, поэтому то, что тройка выиграла, наверное, кубок ЛФЛ, это, ну, это по делу. Ну, в прошлом году, я напомню, они выиграли Лигу Чемпионов, да, выиграли Титаны, и в этом году опять западные команды. Я думаю, что если бы не сильные группы, может быть, там какие-то обстоятельства в группе самой, да, по какой они там заняли третье место. Ну, на самом деле, мы вот обсуждали, Максим, там группа-то была Авангард, Титан, помнишь, да, который по осени? Вообще вопросов нет, я по этому говорю, у них группа была сумасшедшая, поэтому если тройку эту перенести в тех, скажем, в 1-8, да, опять же, Лиги Чемпионов, я думаю, что мы ее увидели бы в финале Лиги Чемпионов, это не исключение. Вот, то же самое, как вы говорите, там, Мега Титан, тот же самый Портер испытал в 1-8, как в кубке ЛФЛ, да, так и в кубке КФЛ, а также 1-8 стадия, мы сыграли с двумя сильными на тот момент командами, и по факту, это сейчас вот как бы, вот эта вот концовка сезона, она показывает, да, что мы сыграли с командами, которые играли в финалах, одна из них выиграла в финал свой, а другая играла в финале, стала серебряным призером, то есть это действительно говорит о силе этих команд, и Мега Титан, который набрал ход, да, в том году, в те выходные, которые сыграл, действительно, он сейчас прет, как паровоз, если можно так сформулировать, да, и сказать, ну и тройку, которую мы все прекрасно знаем, видим, на что она умеет, она и когда нужно прибавит, и когда нужно возьмет, ослабит, то есть настолько уверенная команда себе, ну, я считаю, что да. Дим, твое мнение? Ну, что касается начала сезона, мне кажется, что тройка была вообще по счету, как вот, ты что-то мог предположить и вообще похоже? Ну, 6-0, ну, конечно, нет, вряд ли, здесь, наверное, бывает так, что залетает, да, вот, идет, да, игра и залетает, действительно, поэтому такой крупный счет получается, ну, действительно, очень много сделали быстрые мячи. Ну, во-первых, вот тот же гол Дмитрия Котковского, который забил первый, даже вот коллеги подсказали, что обычно он бьет с правой в ближний не сильно, да, тут он бьет с левой в дальний и точно, ну, такое бывает, но, вы знаете, вот 6-0 Титана проигрывает Мега Титану и вот этот матч я еще могу понять, что, ну, там у Титана не залетает, потому что, ну, Титан играл первым номером, он владел каким-то неким преимуществом, хотя бы территориальным, да, пытался угрожать, были какие-то моменты, да, но до какого-то момента вот Мега Титан действительно забивал, вот. То здесь, на мой взгляд, ну, Тройка просто возила ЦДН, то есть, я могу сказать, что, ну, действительно, в одну калитку, то есть, такого не было, что именно у Тройки залетало все, у Тройки залетало, но при этом они по игре были, ну, на две, на три главы сильнее ЦДН. Ну, мы с вами рассматриваем же еще, в какой позиции, мы же смотрим, что это финал, как в финале может быть 6-0, да, то есть, достойные команды, дошедшие до финала и 6-0, то есть, нету зрелищности, нету одного накала, да, то есть, какие-то расстройства от ожидаемых каких-то там действий тех или иных игроков или команды в целом. Поэтому я просто скажу так, что Тройка, наверное, выиграла сослуженно, и даже это, ну, не обсуждается, потому что по ходу всего турнира, как в Лиге чемпионов, в которую она попала, скажем так, в группу смерти, да, там, за исключением, по-моему, Пищевик, да, и, кто там играл, Пищевик, да, вот, две сильнейшие команды Москвы, да, то есть, ну, по факту, вот, прошла весь турнир потом на одном дыхании, то есть, да, в кубке ЛФЛ, вот, и ЦДН, который, может быть, не так часто балуется такими финалами, может быть, настолько нет еще вот у них опыта участия в таких финалах, да, то есть, ну, все может быть. Поэтому я говорю, что если абстрадируется, что это встречались запад и юг, то, конечно, расстраивает, что 6-0, просто 6-0 в финале, должна быть какая-то борьба, потому что хочется... Макс, ну, даже я бы еще с тобой добавил к твоим словам, что не только расстраивает, что это 6-0 не действительно игра, игра получилась... Ну, значит, тройка сейчас на данном этапе действительно подтверждает, что она лучшая команда Москвы, можем так сказать. Возможно, да, но я вот, опять же, да, даже подхода скажу, что, как Михаил Ростопчин, это руководитель и тренер тройки, как он горел на бровке, как он кричал, ну, это можно было услышать, мне кажется, даже на западе, вот, и как тройка организованно играла, как она ждала этот финал, хотела выиграть в ЦДН, вот такое ощущение, что вот ей не хватает вот именно понимания, да, что это важность, что это нужно, но для них это, а, ну, ЛФЛ так, вот, как хотите, так сыграете, а это в любом случае, это турнир, это важный турнир, да? Статусный. Статусный, да, который просто так не выигрывается. Вот тройка, наверное... Может быть, недооценка того же самого ЦДН накануне Комунара привела там, кто же, знаете же, тоже в спорте уже давно прекрасно понимаете, не бывает такого, что чуть-чуть недооценил, здесь где-то что-то какую-то ЦДН дал, там решил где-то добрать, а так не получается, то есть, если ты здесь расслабился, там, может быть, тебя могут наказать, вот, и все, может быть, и это... Ну, и в конце о травмах, да, можно тоже вспомнить, много травмированных, кто-то только после травм восстановился, то есть, наверное, все-таки не в оптимальной форме сейчас ЦДН находится. Ну, травмы тоже, Дим, здесь же такая ситуация, что тройка также проводила весь сезон, наряду с другими командами, только в своей лиге, может быть, скажем, да, Юг может быть не такой сильный по факту, да, где тройка является самым единственным конкурентом, да, в своей линии, но опять же, она способна сохранять вот этот свой боевой настрой, свою игру, которая позволяет ей год в год выступать на московской арене достойно и побеждать. Поэтому здесь, как бы, тоже нельзя сказать, значит, лавка ЦДН, может быть, не такая большая, как у тройки, да, не такая равноценная, да, конечно. По факту, вот, из УЦДН, из травмированных не было только Мамаду, но неужели вот разница, вот в этом счете это вопрос Мамаду. Ну, я скажу так, что если в портере может один игрок решать все, почему в других командах не может? Я с Мамаду познакомился, вы знаете, по каким, в результате чего, я скажу, что действительно открытие нашего Запада хороший, доброкачественный игрок, вот, и его отсутствие могло бы привести, допустим, к непониманию в каких-то линиях, или где-то, может быть, он наоборот, где-то пару раз перекусил бы, поставил бы жестче ногу, и уже был бы, допустим, другим, как говорится, пример, что можно идти, но не бояться. То есть, много факторов может быть, и мы не можем его исключать, хотя и не можем говорить на 100%, что именно так, из одного игрока. Ну, скажем так, если были травмированы, эти травмированы могли оказаться и там, и там, значит, скамейка у команды победителей была, наверное, действительно более сбалансирована. Ну, тем не менее, мы очень расстроены тем, что ЦДН вот так крупно уступает тройке в финале Кубка ЛФЛ с отчетом 6-0, но при этом мы радуемся за Портер, Макс, за твою команду, говорим спасибо за этот Еврокубковый сезон тебе и твоей команды. Вы по праву заслужили этот Кубок, который находится у нас в нашей студии. Максим, ну через мгновение надо будет поговорить еще о первом дивизионе, потому что вы там тоже на передовых позициях, но к нам присоединится уже Максим Киселев. Продолжаем нашу передачу. К нам подключился Максим Киселев. Максим, мы тебя приветствуем. Также еще раз Максим Ковачук, тебя поздравляют с победой в Лиге Москвы. Единственное, что, да, вот так обманулся словом, что в финале получил травму. Насколько серьезно, как себя сейчас чувствуешь? Ну, сейчас, слава богу, более-менее. Думал, что на тот момент более серьезно. Но обошлось, слава богу. Пару-тройку недель придется воздержаться. Ну, хорошо, как раз к перерыву. Конец сезона. То есть в стыковом матче ты... Нет, я участвую точно не буду. Максим, сейчас CDN2 смотрит передачу и выдохнует. И выдохнует. Нет, тебе, конечно, здоровья желаем. Да, но где-то немножко выдохнули, зная, что как-то дирижируешь игрой Портера СВ. Ну, наверное, об этом матче, да, сначала, в первую очередь? Да я во всем сезоне, конечно, безусловно. Да, ну, наверное, сезон у нас завершается вот этим с такими матчами. Да, таблица у нас турнирная уже определена. Скажи, пожалуйста, сейчас Портера СВ ваши там все на сборах сидят, там тренировка ежедневная, вот в преддверии такого важнейшего матча. Ведь на кону стоит выход в высшую лигу. Знаешь, Максим, честно говоря, никто не акцентрирует внимание, потому что задача на сезон была поставлена, она уже выполнена. Вот. И она вот у нас стоит. Да, она вот здесь стоит. Мы буквально общались вот буквально недавно. Вот. Поэтому игра с CDN, ну, скажем так, я, как и во всех командах, где работаю, занимаюсь, я всегда каждую игру играю, конечно, на победу. Вот. Поэтому в любом случае CDN легко не будет, вы это уже знаете, мы с вами уже дважды встречались. Вот. В чемпионате разошлись. Как и с дружбой, да? Да, с дружбой, да. Поэтому как будет вот эта игра, можно сказать, такой мини-финал, да, за выход там вышку. Вот. Как она будет, ну, рассудит поле, наверное, игра на поле. Ну, в любом случае, Портер-то уже закален боями в финалах и имеет положительный опыт как раз выступлений. CDN тоже играл в финале, но... Ну, не хотел я сказать, но не стал. В Кубке Запада, да, и в Кубке Фейлл, да, немножко смазалось. Но для CDN 2 это первый финал. Ну, вот. Как раз, мне кажется, как для команды чуть младшего ранга, да, мне кажется, для вас это будет более важнее, немножко поддержать свои победы, выходом, вышку. Но мы вам будем мешать. А, Максим, ты сказал бы, что были задачи на сезон Лига Москвы, но также вот ходят слухи, что в пятерке, в чемпионате также должно быть, это тоже перед сезоном озвучивалось. У нас изначально, конечно, стояла задача, это, ну, прямо перед началом сезона, прямо было озвучено. Кубок. Ну, конечно, минимум это финал, максимум это победы в нем. Вот. По непосредственно самому чемпионату, я скажу честно, наши аппетиты росли с момента, так скажем, приближения к концовке, да, то есть, когда мы поняли, что мы можем войти в эту пятерку, да, было просто, не то, что она была поставлена, она просто озвучена, мы можем войти и занять пятое место. Давайте попробуем. Ну, вот попробовали, хотя там, проиграв Арсеналу, там поставили этот вопрос, точнее, да, поставили этот вопрос там на заключительный тур. А так, таких, каких бы, прямо от основных перед началом сезона, нет, ничего не было. Да, оказаться выше, да, закрепиться где-то в середине, ну, потому что я еще раз говорил, что у нас нету такого прям вот стопроцентного обязательства на сбор, да, то есть, собирается, вот кто собирается, да, то есть, кто приезжает, все, тем и мы играем. Такого у нас нету, поэтому тяжело ставить задачи, если ты, основных игроков там, то у тебя приезжает, то не приезжает, то кто-то уезжает, то кто-то уезжает, то кто-то уезжает, то кто-то уезжает. Да, говорить о результате, мне кажется, может та команда, которая более сбалансированно идет, да, мы говорили о тройке, которая регулярно играет, там, есть прям понятие, да, то есть, кто, что, чего, прям все, то есть, они, естественно, показывают результат. Я думаю, что если бы мы, наверное, тоже бы отнеслись бы к этому, да, и у нас была бы задача прям вот выхода, вышку прям вот стояла, да, как кубок, я думаю, что да, мы прикладывали, наверное, еще больше максимум усилий для достижения этого. Это реально? Ну, а почему не реально, и вообще, когда мы начали чемпионат первой лиги, я имею в виду Портер СВ, да, то есть, мы сначала подумали, все достойны, то есть, с кем не сыграешь, все достойны. Аланя там, Верхуза была какое-то одно время, они нас обыграли, причем очень крупно обыграли, да, то есть, с удалением там, с удалением вратаря, вот, да, у нас не было вратаря, пришлось там тоже выходить из какой-то ситуации. Ты же играл в вратаря, ну, это потом уже, после удаления, да, уже стал в раму, играл. Вот, поэтому здесь, как бы, вот такие вот моменты, да, если бы мы изначально, то мы, наверное, меньше допускали таких осечек, да, то есть, как бы, там, с тем же классика сыграть. Ну, очень, с командой Миши в эшелон, там, ну, как потом, в последствии, да, оказалось, мы очень неудачно сыграли, ну, так скажем, в очных этих всех встречах между собой, где-то вообще, там, теряли очки, да, где-то набирали три очка, где-то вообще по два очка набирали, да. Ну, считаю, для команды с большими задачами, ну, это неправильно, так скажем, невозможно тогда задачи такие высокие решать. Поэтому нет, играли просто и все. За пятое место в итоге вы боролись в последнем туре с кеглями. Да. Команда, которая, вроде бы, не претендовала на эту пятую строчку, но я смотрел матч, так и не скажешь. Ну, во-первых, я сказал, что для нас это была репетиция перед кануном, накануне финала, да, то есть, я сказал, что мы, да, собрались тоже, ну, не максимум, но мы собрали немало игроков. У нас, получалось, чуть ли не там, не две смены были одинаковые, да, мы меняли по семерками, вот. И, соответственно, эту игру провели там по 30 минут. Искали какие-то вариации, как будем играть на следующий день в финале, как начнем, потому что первый тайм с кеглями мы начали немножечко по-другому. Второй тайм с кеглями мы начали еще по-другому, то есть, сделали кое-какие корректировки, потому что нам нужно было понимать, как мы будем играть в финале на следующий день. Вот, поэтому и бились, если мы будем расслабляться, то тогда никакого эффекта не будет, да, то есть, может быть, СДН вот как раз расслабилась с коммунаром, поберечь, да, свои силы, или там, боясь там получить травмы, может, или еще что-то, и проиграли в Кубке Запада, я имею в виду, да, то есть, вот. Вот, может быть, потом и было там наказание, что вот здесь себя поберегли, но тогда вот здесь как бы получите, да, там вот эти вот быстрые голы даже. Ну, опять же, до сих пор шок, почему? Ну, потому что никто не ожидал такого. Поэтому мы серьезно с кеглями играли, да. Максим, мне Дмитрий Капралов сказал, я его спросил просто, я говорю, Дим, ну вот вы в прошлом году со Славным Готаговым поменялись местами, просто они в вышку зашли, а вы сюда в первую лигу. Я говорю, вот вы сейчас, получается, что Портер СВ на какой-то, ну, тогда на какой-то время. Да, в тот момент обошли, я говорю, вам вообще это надо, стыки там и в вышку там бороться. Он сказал, мы будем бороться за эти 3-4-5 позицию до конца, я говорю, и стыки, что ли, будете играть? Он говорит, и стыки будем играть и стараться выиграть, но он говорит, в вышку не пойдем. То есть, такой вот принцип, что вот за все вцепиться, но в вышку ни в коем разе. То есть, чувствовал себя с кегами? Судя по счету, 5-1 достаточно просто преодолели. Ну, нет, ну, давайте не будем говорить, что просто. Максим, ты сам знаешь прекрасно, что в первой лиге вообще просто не бывает. Вне зависимости, какая бы команда, на каком месте находилась. Я всегда своей командой приучаю к тому, что, опять же, вне зависимости, какая команда занимает какое место, уважение и отношение к ней как к боевой единице, и выходить нужно, естественно, играть в полную силу. Единственное, что, наверное, я сам вот лично за себя буду сказать, что я, наверное, ожидал чего-то большего от этой игры, с кеглями, что кегли, наверное, будут более сильнее, да, то есть, что игра будет более такая натянутая, да, то есть. Закрытый, может быть, футбол, так. Ну, может быть, какая-то вот она, ну, сложности какие-то должны были быть в лице соперника, да, кеглей, ну, не произошло такого, опять же, ну, почему, ну, я не знаю, может, не захотели, может, по годам, может быть, еще что-то, неизвестно. Не все же ноги встали, да. Там, потому что, я смотрел, явка была хорошая, и Щербаков был на игре, и Гольцов, который восстал из пепла, тоже присутствовал, да. Ну, а куда, конечно, без него. Максим, но это уже не те кегли, которые, вот, были, скажем так, годом ранее? Это все те же ребята, это все те же кегли, но наша игра, к сожалению, с каждым годом становится, может быть, не такой яркой, потому что года в любом случае берут свои. Портер пойдет в Высший Легу? Ну, если я сейчас скажу, что он не пойдет, это значит, мы будем изначально ЦДН отдавать игру. Я сразу звоню, да-да. А скажу, что мы пойдем, сейчас ЦДН там будет вот это вот настраиваться. Я не просто так сказал, что я все свои команды приучаю, что независимости, какая бы эта игра не носила, какой характер, вот, да, мы играем на победу. Вот, там, то же самое подтверждение, там, игры в последнем туре АФК Портер против прокуратуры. То есть, нам ничего, эта игра не совершенно не нужна бы. Она никоим разу нас не поднимала выше, не опускала нас ниже. Я прекрасно понимал, что там прокуратуре она нужна. Но я играл не против прокуратуры, я не играл ни за Титан, я не играл ни за какие-то другие, там, тут у посторонней силы. Я просто ребятам сказал, что мы должны выходить, играть свой футбол и показывать свое лицо, потому что мы с вами провалили после зимы вот этот, так скажем, чемпионат. Мы бы растеряли все очки, мы растеряли все, что только можно было, за что можно было бороться. Вот, давайте, как говорится, вот эту концовку проводить более, как говорится, ярко и достоинно. Я считаю, у нас получилось. Поэтому там кто-то может говорить, что подходил ли к нам кто-то там или не подходил. Тилетай бы не было, а Титаны все кто-то, что интересовались. Я могу сказать так, что, ну, я сейчас скажу, что не было, все равно люди не повертели. Скажу, что было, а они будут вот там, ну, столько. Вот, поэтому я скажу, не скрою, что ждал, что кто-то обратится, что со стороны прокуратуры, что со стороны Титана. Никто не обратился. Вот, поэтому ребята выходили, играли для себя. Вот, для себя, вы прекрасно знаете, там, тоже самое. Нашей премьер-лиги, да, то есть, как бы, многие получают какую-то копейку, да. Они играли за себя, за эту копию, которую они могут получить в случае победы, вот и все. Поэтому, не знаю, можете верить, можете не верить, это уже будет лично ваше дело, как бы. В любом случае, всего не узнать, да. Да, всего, конечно, да и потом, это каждое личное дело каждого человека, верить или не верить, вот и все. Я же предлагаю запустить впервые рубрику «Вопросы от телезрителя». И этот вопрос, ну, просто нас, честно говоря, ну, уже вот здесь где-то сидит, в печенках. Вопрос про Илью Ульяненкова. Почему его не заберут, ты не заберешь в АФК-портер? Ну, послушайте, я думаю, что помимо меня, как говорится, такого, как говорится, ярого болельщика и фаната Ильи Ульяненкова, в первую очередь, да, почему? Потому что мои дети от него тоже в восторге. Вот, еще, мне кажется, не только наша лига, пол нашей лиги, хотя бы, как минимум, но есть еще и много других лиг или команд других лиг, где хотят его увидеть. И я думаю, что борьба за этого человека в этом, может быть, транспорном окне развернется довольно-таки очень такая упорная, усердная. Вот, и давайте не забывать, что портеры свои АФК-портер, они, пускай, может быть, не единой заявкой связаны, да, то есть, но это две команды, которые ставят перед собой определенные задачи в начале турнира. Вот, и у Ильи есть с Николаем Новиком, да, свои определенные, как говорится, обещания там, да, то есть, что он поможет нам достичь, вот, пожалуйста, цели. В этом сезоне, да, поэтому я не исключаю, что, может быть, в следующем году, да, то есть, как бы, так как мы уже, там, вряд ли будем, там, может быть, если не выйдем в вышку, стремиться к чему-то большему, там, может быть, просто будем играть в первом сезоне, стоит или целесообразно держать Илью, да, допустим, и тогда на него уже будет спрос, и мы, может быть, увидим его в других командах, не исключая, в том числе, может быть, и в АФК-порт, опять же, да, то есть, я не исключаю это, возможно. Но, вы прекрасно знаете, что у нас есть очень много команд, которые, ну, своими возможностями могут перекрыть любое желание, и там, куда, и где угодно человек может оказаться. Поэтому, все может быть, но есть договоренность, и он, как человек, как мужик, все правильно поступал, дал слово, все, он его держит, он здесь, никуда, он не уходит, он с этой командой и в субботу будет. Я надеюсь. Пока, 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 пока не поставил. Пока, 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 потому что в первом круге 2.0, Ульянка в дубль. Вот, ну, так что, вот, как бы, вам сказать так, что, да, с удовольствием, как только будет информация, что, почему бы и нет, я думаю, что мы будем предложим, по крайней мере. Интересно будет человеку, неинтересно. Может быть, у него какие-то свои взгляды, я тоже не знаю. Может быть, ему и свои нравятся, может быть, ему здесь больше. Поэтому посмотрим. Я думаю, что вопросы получим через месяц. Потому что сезон сейчас уже закончится, буквально-буквально, и не так много времени останется до следующего. Максим, хотелось бы еще у тебя пару вопросов тогда узнать, уточнить по поводу команд, который выходит в премьер-лигу, ты хорошо знаком и ты хорошо знаешь, в общем-то, как строятся эти команды, где ты и молодежь в основном играет. Как они будут смотреться в премьер-лиге на твой взгляд? Ну, я скажу так, что, наверное, здесь сейчас неправильно давать оценку этим командам. По одной простой причине, что я еще раз говорю, сейчас будет предсезонка. Я думаю, что все команды, которые в премьерку идут, в первую идут, во вторую идут, они все будут меняться. Почему? Потому что я думаю, что все люди не глупые. Те, кто борются за выходы рангом выше, вне зависимости, какая бы эта лига была, они все прекрасно понимают, там грамотные люди находятся, что тем составом, которым они выбрали, может быть, вот этот чемпионат, вот этот сезон, он все равно требует обновления, усиления и, соответственно, чтобы там не быть мальчиками для битья, чтобы там не получать постоянно мешок этих, то, естественно, они будут усиливаться. Сейчас я могу сказать так, что да, это хорошие, добротные, крепкие команды, но, на мой взгляд, они сейчас пока еще тем составом, который у них есть, они еще не готовы, они за что-то высокое борются. Я не говорю, что они будут все проигрывать, нет, конечно, ни в коем случае. То есть сама организация этих команд, она уже налицо, а это немаловажно в спорте, да, то есть сбалансированность и организованность, вот. Но для чего-то что-то высокого, ну, к сожалению, нет. Но я думаю, что они будут усиливаться и довольно-таки очень серьезные. Высокая, Максим, это насколько высокая, то есть зона Кубка ЛФЛ, пока что… Ну, я считаю, что вообще всегда надо ставить перед собой задачи максимальные, выигрывать что-то, а смысл тогда просто играть? Ну, можно тогда во вторую лигу опуститься и просто играть без всяких требований. Но я еще раз говорю, у меня был уже такой случай давно-давно, когда у меня была своя команда в те времена, ко мне подошли ребята, которые часто не играли или играли очень мало. Вот мы хотим собрать свою команду друзей, будем играть. И они собрали, они играли, но они проигрывали, потому что не было квалифицированных игроков, нельзя было там за что-то бороться. И любому спортсмену, то есть в душе спортсмена, он все равно внутри вот это будет сидеть заноза победы, понимаете, за желание выиграть. Естественно, будет появляться футболист. Тот приведет футболиста, этот приведет футболиста. И команда начнет уже играть. И все равно кто-то сядет, понимаете? Ну, это как бы закон природы жизни, как хотите. То есть сильнейший приходит, слабейший садится. И я думаю, что всегда, если ты стремишься в премьер-лигу, ты же туда стремишься не просто поиграть в премьер-лиге, себя посмотреть и показать. Хочешь посмотреть, пожалуйста, сыграй в Кубке Запада, дойди до команды премьер-лиги и сыграй с ней. Сыграй с ней 2-8 или 1-9. Ну да, то есть если ты сильнее, пожалуйста, обыгрывай, иди до финала. Потому что начиная с 1-4, ну образно говоря, в 1-8 тебе еще может попасться где-то команда 1-й лиги, грубо говоря. Но дальше в любом случае там уже будут команды в основном высшей лиги, ну премьер-лиги. Играй, играй тогда, пожалуйста, здесь свои какие-то там силы смотри. А смысл тогда туда идти, если ты не хочешь бороться за что-то высокое. Да, никто не говорит, что мы там вышли из 1-й лиги в премьерку, и сейчас наденем золотые медали. Нет, абсурд. Но бороться за зону Москвы почему нет? А за что тогда бороться? За 7-е и 10-е там места? Или бороться за выживание? Тогда смысл выходить. Я тогда с кеглями здесь вообще полностью согласен. Тогда да, надо играть, выигрывать, но туда смысл нет идти, если ты понимаешь, что тогда там не будешь бороться за что-то высокое. Вот Титан с 1-й лиги вышел, взял серебро, а на следующий год выиграл. Опять же, да, то есть, ну давайте начнем с... в каком составе вышел Титан, и в каком составе он пред нами встал на следующий сезон. Это разные вещи, это разные вещи. Я об этом и говорю, что команды, в любом случае, идущие туда на повышение, все будут усиливаться. Ну, по своим возможностям, естественно. По своим возможностям. Макс, была ли какая-то команда, которая, может быть, тебе понравилась, я имею в виду даже не футболистами там где-то, а может быть рисунком игры, да, вот где-то, может быть, он чуть лучше был виден? По первой лиге ты имеешь в виду, да? Ну, я скажу так, мне вообще сама по себе первая лига нам что понравилась. Я уже давно говорил, что первая лига у нас, ну, по сравнению с другими лигами Москвы, довольно-таки очень сильно. очень много команд, которые интересны. Интересны. Выделить кого-то вот конкретно, что вот она вот там слабее, а вот это наоборот прям вот ах и ох, ну, такое тоже невозможно. Да, кто-то сильнее и более стабильнее, как Коммунар, да, то есть там, или там, допустим, тот же Арсенал, который, грубо говоря, там вылетает, я так понимаю, да, вот, но при этом все равно какие-то создает, извините меня, там, сложности для соперников. То есть, ну, нет такого, чтобы вот, понимаете, чтобы вот эта команда, там, прям вот играешь с ней, это аутсайдер. Ну, нельзя, нельзя. Это говорит о силе лиги, это очень здорово. Это здорово, когда не выпадает команда. Да, я не говорю, что команда может провалить, допустим, игру, можно провалить отрезок какой-то в сезоне. Это нормальные вещи, почему? Потому что команды в большей степени, да, то есть, они не имеют возможности тренировочного процесса, постоянного и профессионального, скажем, да, да, чтобы находиться в тонусе, и чтобы вот спад там приходился, там, допустим, на какой-то перерыв, да, на зимний, как у нас. То есть, раз встречаются где-то там посреди недели, да, там, ну, побегали. Опять же, это побегать, это не говорит о том, что он сразу физически стал сильнее, там, и он там будет бежать оставшийся полсезона. Нет, конечно. Поэтому, естественно, опять же, не забывайте о том, что многие команды, коллективы, они же зависимы от форс-мажоров, от личных проблем, от работы, от травм, в конце концов. И бывает такое, что там, один-два игрока, вот лидеры выпадут, все, команда немножко уже теряет лицо, и там, две недели, пока лидеры нет, очков не набирает, да, потом раз, возвращается, опять начинает. И вот это вот постоянное, как бы вот, как маятник, оно туда-сюда, вот как на весах прыгает. Поэтому, мне вообще, сама первая лига, первый сезон первой лиги, сама первая лига, мне понравилась. Я скажу так, что она была даже интереснее, чем наша премьерка в этом году. Естественно, в этом году. Безусловно, ну, такая борьба за чемпионство. Чуть-чуть поинтереснее у нас получилось. Да, но там, опять же, скажем так, Титан мог и лишиться этого чемпионства. Мы не будем говорить там про ничью в последнем туре, там, прокуратуры, да. Титан сам растерял очки, там, в играх которых должен набирать, а был очки, да. И та же самая прокуратура тоже может только сама себя винить в том, что произошло, и не только в последнем заключении туре, но и в тех, где она вообще не должна была оступаться. То есть, оттуда, вот там еще, вот где-то в середине сезона, да, там, или во второй стадии сезона, где-то вот оттуда надо смотреть, почему там так это произошло. Поэтому получилось, как получилось. Титан, наверное, может быть, больше заслужил, потому что он долго, наверное, шел к этой цели, может быть, более, там, стабильнее был в этом сезоне, там, только в концовке подсел. Но, опять же, мы же не знаем, почему подсел. Сборные, свои какие-то игры у ребят, да, то есть, там, 11 на 11, да. Плюс, извините, они там в полуфинале Лиги Чемпионов, да, то есть, опять же, это немаловажно. Неслабые соперники, да, ЦДК. Вот, ну, естественно, накал здесь во внутреннем чемпионате. Ну, это же тоже накладывает отпечаток и на физическое состояние игроков, и на концентрацию. Ну, где-то, может быть, чуть-чуть, да, расслабились и получили так вот. Ну, там, 6-0 от Мега Титан, допустим. Да, Мега Титан, наоборот, после КПЛ взбодрился, пошел, почувствовал, что может, и, может быть, чуть будь удячливый, да, зацепился бы за золото. То есть, тоже можно сказать, что Мега Титан, как бы, заслужил медали, как минимум, в этом году. Вот, он их получает. Еще, чем мне нравится Первая Лига, там могут быть абсолютно любые счета. И вот недавно вы играли, да, 8-7. 8-7 в Арсенал, а вот, пожалуйста, с Арсеналом, да, причем, я еще раз говорю, что мы не лазим по таблицам, мы не смотрим, кто на каком месте, мы выходим и играем, да, то есть это говорит, опять же, о том, что нету каких-то наших, да, определенных таких задач, да, на чемпионат, и мы не смотрим. Ну, да, Арсенал, ну, тем более, там, многих ребят я всех, ну, даже как много, всех знаю, с ними давно вместе играли, вот, и друг против друга, и так вместе тоже. Вот, да, вот, вот, о чем мы говорим, вот, Арсенал, да, на тот момент, я не знаю, сохраняли они, правда, прописку, там, могли, там, могло ли бы эти три отчасти. Да, на тот момент, могли, да, ну, вот, и мы пришли, да, вот, игра, 7-2 проигрываю, 7-7, 8-7 проигрываю, то есть, насколько, насколько вот интересен вот этот, да, вот, док у нас из классика, по-моему, да, если мне не изменяет память, мы играли, по-моему, на четвертом поле, все, 3-0 ведем, ну, казалось бы, все, ну, что еще нужно, 3-0, 3-3, и только в конце, там, по-моему, опять же, Илья Уляенков, по-моему, забивает, или, по-моему, даже Андрей Иванович, я сейчас врать уже не буду, мы там выиграем 4-3, опять же, да, то есть, ну, все это непредсказуемо, то есть, конечно, интересно, конечно, интересно, причем, та же самая игра с Константой, 3-0 мы по всем статьям после первого тайма проигрываем, это вот была игра как раз второго круга, вот, по всем статьям мы Константе проигрываем, Константа набрала ход, она очень хорошо усмотрелась, вот, и вообще добротный коллектив, честно говоря, добротный коллектив, вот, 4-3 выигрываем, там, или 5-3, я уже не могу, не помню, там, но, опять же, да, тут, первый тайм Константа просто не оставляет шансов Портуру, во втором все переворачивается наоборот, да, может быть, наоборот, забей Константа 4 мяча в первом тайме, и тогда было 4-4 было, ну, вот, об этом и речь, что здесь, как бы, не скажешь, что в первой лиге, вот, если ты не знаешь эту таблицу, не смотришь на нее, вот, просто пришел, как рядовой болельщик, и смотришь, да, разве можно было сказать, что там арсенал вылетает, когда он играет с командой, там, которая борется за пятую строчку, там, оба разная, конечно, нет, конечно, не скажешь, так же, ну, там, и ультра та же самая, да, то есть, ребята, то есть, молодцы тоже, я так, и с ними нам тоже очень тяжело было, очень тяжело. Тут, в принципе, многие команды, может быть, конечно, настраиваются там на Портер, да, то есть, или еще что-то, может быть, какой-то раздражитель там отдельный, кто знает, все может быть, но я еще раз говорю, что у нас хорошая, добротная первая лига, вот, я уж, правда, не знаю там, кто войдет, насколько они в каком будут состоянии, но я думаю, опять же, изменятся, упрепятся и поддержат, наверное, ту силу первой лиги, которая была, может быть, даже, наоборот, сделают сильнее, я не знаю. Кстати, вот по поводу Арсенала, да, все в последнем туре именно решилось, потому что Веер обыграл 4-0 Комуна, вот, вот, пожалуйста, набрал 3 очка, поднялся в уже не вылетающую зону, Интеррос не явился на Феникс 9, и за это минус 3 еще очка получил по регламенту штрафа и опустился в зону вылета, а Арсенал-то выиграл свой матч у Турбины 5-2, привезя Файзулина, на секундочку, на матч, который играл в сборной России, за Зенит, эти тут лованы наши группы, вот он, то есть, да, вот он нашелся, он столько не играл, теперь он играет в Арсенале, то есть, вот этот последний тур все перевернуло, мне кажется, это как раз-таки подтверждает то, что очень ровная лига, и все решилось в последний момент. Ну, это говорит же о том, что, во-первых, как и в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней части турнирной таблицы команды играли, играли, играли до конца, играли и держали в напряжении всю лигу, ну, как лигу, не то, что прям все тряслись, да, а то, что вот интерес, был проявлен интерес к лиге, почему, потому что, ну, по сути дела, в примерке, понятно, там, 4-5 команд, вот они выделены, да, то есть, они как будто играют в свой какой-то внутренний чемпионат, в этом году, да, так получилось, к сожалению, вот, а первая лига, она, наверное, вот взяла такое бремя лидерства, если можно сказать, с точки зрения вот интереса, да, то есть, вот этих каких вот ажиотажа какого-то, да, там, каких-то вот мини-скандальчиков, или, наоборот, сюрпризов, там, все что угодно, то есть, она вот на себя взяла такой, я считаю, что полностью подтвердила, и полностью до конца держала, да, то есть, все-все, то есть, как бы, там уже Феникс, там, чемпион уже, все, да, то есть, бац, нет, там, допустим, раз, опять, ну, все это крутится, 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 внизу, все, вылетит, потом раз, нет, команда выстрелит, опять поднимается, потом опять падает, ну, то есть, интересно, почему же нет? Как считаешь, вот, 6 или даже 7 команд, ну, в этом году без 7 команды обошлось, стыки не пришлось проводить, там, из-за снятия нескольких коллективов, вот 6 команд из 20 на вылет, это не много ли для этой лиги, как, то у меня никакой, Максим? Ну, я скажу, скажу так, что здесь же, наверное, сделано с точки зрения какого, что если, чем ниже, чем меньше команд, допустим, будет вылетать, тем тогда середина, которая ближе к концу сезона, определится уже, да, то есть, она, допустим, не туда, вот как до Портера ФК, да, то есть, она не туда, не сюда, да, то есть, вроде, последний матч, ничего не значащий, порог прокуратура должна была по всем статьям выиграть, привезя, ну, там, внушительную скамейку запасных, да, вот, то же самое здесь, если мы будем говорить о двух-трех командах, да, то есть, там, 20-е, там, 19-е, 18-е место, там, ну, 17-е пускай, тогда что у нас будут делать 7-е, 10-е места, там, 13-е, 15-е, они будут просто спокойно доживать этот сезон, и, там, как интерос не являться, там, образно говоря, а когда она расширена, то есть, получается, что уже можно зацепиться вот этой команде, там, занимающей 17-е место, можно зацепиться за долгожданное 14-е место, и тогда, извините, там булки тоже никто расслаблять не будет, интерес от этого будет. То есть, ты за 6-й вылетающей команды? Ну, я скажу так, наверное, это может быть жестоко, почему, с точки зрения того, что, нет, это жестоко с точки зрения того, что вот жалко команды, которые вылетают, почему, потому что порой происходит так в жизни, да, что, ну, вот команда, которая вылетает, но недостойна она этого вылета, вот такое бывает, это то же самое, как мы говорили о CDN, ну, жалко CDN, что вот он 6-0 проиграл, да, в тройке, в финале, жалко с какой точки зрения, потому что это наш CDN, или потому что мы эту просто хорошо команду знаем, как это, то есть, вот то же самое здесь, ну, жалко, что вот Арсенал с Файзулином вылетает, понимаете, хорошо был бы, а СМЕРСНОЛ веер был бы жалко. Тоже, извините, Корефеи уже сколько лет уже этот веер, сколько я, Стаса, да, представителя, знаю, да, то есть тоже жалко, конечно, и многие другие команды, почему, потому что они хорошие, интересные, добротные, и почему, потому что они уже стали нам роднее, с ними интересно, мы знаем их силу, и они создают силу нашей лиги, потому что мы не знаем, кто придет нам сюда, понимаете, поэтому с точки зрения вот накала до конца чемпионата, 6, конечно, это, ну, вот именно для того, чтобы чемпионат шел до конца, до последнего тура, скажем, до заключительного тура, но если с точки зрения, как меня, болельщиков, там, переживающих за какую-то команду, конечно, жалко, конечно, обидно, конечно, может быть, это много, вот, ну, за что мы боремся, за красоту, за, может быть, более, так, того, чтобы команды до конца доигрывали, чтобы не бросали, чтобы не было вот этих ненужных, ни явок, или просто никому не нужны игры, которые ничего не значат, да, то есть, ну, вот такие, потому что мы же расширяем, так, в таком случае, вот эту середину, которой уже ничего не нужно, она просто будет, для чего ей приезжать, нет, ну, болото, так называемое, даже, ну, середина, золотая середина, не болото, золотая середина, зачем, не подходят, да, этот, под наш первый дивизион, хороший, нет, у нас действительно хорошие, добротные команды, да, происходят скандалы, стычки, но, опять же, это все эмоции, мы спортсмены, эмоции должны присутствовать, без эмоций никуда, поэтому, единственное, говорю, что 6 мест с одной точки зрения много, а с точки зрения спортивного, спортивной составляющей, конечно, это, наверное, правильно, наверное, правильно, если бы я, может быть, оказался сейчас на месте вылетающих команд, я, может быть, как-то говорил по-другому, но я скажу так, что я желаю просто всем командам, которые вылетают сейчас из первой лиги, две вещи, первое, это не развалиться, ни в коем случае не падать духом, вот, не, чтобы не ломало вот эту вот ситуацию, которая произошла, а второе, я желаю на следующий год всем вернуться обратно в первую лигу, где, я надеюсь, и портер еще сохранит свою, свою прописку, и где буду рад их обязательно, как игрок, надеюсь, еще. МЦДН-2 сейчас полегче стало, да? Немножко, да, чуть-чуть отпустило. Максим, ну, а вот, да, по тем командам, которые покидают, понятно, а вот из тех, которые остаются уже в первой лиге, вот, с кем будет, допустим, если вы, ну, или не захотите, допустим, в высшую лигу идти, или не получится, вот, если останетесь в первой дивизионе, вот, какую-нибудь, видишь, перспективу в командах, которые поборются в следующем году за выход, к примеру? Любая. Любая. Любая поборется, я еще раз говорю, Максим, мы, когда подводим итоги сезона, мы говорим о силе на сегодняшний момент, на сегодняшний день, на сегодняшний час, на сегодняшнюю минуту, но мы же не знаем о том, что у этой команды, может быть, уже есть какой-то определенный взгляд на будущий сезон, есть какие-то, может быть, уже дополнительные возможности в разных вариациях, что они будут уже совершенно другая. Вот кто там веер, допустим, борется, да, там, сохранил, да, прописку, сохранил прописку, да, и там, прям вот, чуть ли не в зоне вылета, да, он там остановился в этом сезоне, и мы же не знаем, что у Стаса в голове, может быть, у него уже там пять человек на очереди, профессионал, да, да, который сейчас зайдут на следующий сезон, и я тебе скажу сейчас, да нет, вот веер, ну, вот он борется, нет, он там ничего, это, я знаю Стаса, я знаю прекрасного человека, хорошего футболиста, вот, я скажу так, что мы не можем и не имеем права, потому что я еще раз говорю о силе первого чемпиона, все первого дивизиона, да, то есть он шикарен, любая команда достойна, достойна быть в этой лиге, достойна играть в этой лиге, даже те, которые вылетают, вот, и самое главное, те команды, которые сохранили прописку, они, естественно, будут на следующий сезон все другие, все другие, кто-то уйдет, кто-то придет, то есть, вот это сейчас начнется круговорот вот этих переходов, укреплений, где-то кто-то ослабится в одном месте, укрепится в другом месте, поэтому говорить о том, что явно Портер, там, Ульяновиков останется, и мы на следующий сезон, там, вот, проиграем, допустим, сейчас ЦДН, да, в стыке, да, ЦДН, как и поставил перед собой задачу пойти вышку, поднимется рангом выше, а мы там, остановившись, там, где-то в полушаге, да, там, от Премьер-лиги, на следующий сезон максимально приложим усилий, чтобы бороться, не факт, может быть, мы наоборот ослабим, потому что, вот, поставив перед собой, там, кубок, выиграв Кубок Лиги Москвы, уже на следующий сезон, может быть, наоборот, проведем более, так скажем, таком лайтовом режиме, и будем просто играть в чемпионате, без каких-то высоких задач, потому что, может быть, тяжело, да, вот, или еще что-то, поэтому нет, я считаю, что любая команда, которая сохранила, естественно, она и не только достойна, она вполне и по силам, и возможно, что они могут и будут бороться за высокие места. Как раз вот сегодня на электронную почту всем представителям пришло письмо, что до 10 августа уже можно будет подавать заявки, и сейчас все это, весь этот котел заварится, и много будет что обсудить. Я больше скажу, что наверняка, ну, к сожалению, это, опять же, это часть футбольной жизни, что наверняка кто-то, вот, вылетает, какая-то там часть единиц, ребят всего, скорее, может быть, уже имеет какие-то там договоренности с коллективами, сохранившими прописку там в первой лиге, или оставшимися просто в первой лиге, и уже будут играть и защищать там цвета другого клуба. То есть, это как бы нормальные вещи, да, то есть, самое главное, чтобы это все, ну, делалось по-человечески, там, эти переходы, оформляясь договоренность, вот, поэтому, что я могу сказать, что еще раз любые, любые команды, вот, ты говоришь, до 10 августа, вот они сейчас и начнут дергать, 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 искать, укрепляться. Это говорит о чем? О том, что все команды будут бороться за, ну, для них на тот момент, естественно, будут казаться, что высокие места. Вспомни начало первой лиги в этом году. Все, все без исключения, со своими амбициями, со своими взглядами, да, то есть, все понимали прекрасно внутри себя, что мы будем бороться, мы хотим. Понятно, что в процессе чемпионата, опять же, от разных ситуаций, от форс-мажоров происходит ситуация, ну, то, что кто-то уже определяется, там, аутсайдером становится, кто-то, наоборот, становится фаворитом, да, какая-то где-то серединочка начинает прогляться. Конечно, все ближе, ближе, набирая обороты, чемпионат, он расставляет все на свои места, но вначале-то у всех амбиции, у всех желания, поэтому, так же, как и все остальное, все будут биться с самого начала и претендовать только на золото. Кстати, в том же письме было указано, по-моему, да, если я о том документе говорю, что Атлантис снялся с соревнований. Да. Грустно? Ну, вот, Атлантис снялся с соревнований. Ветеранскую лигу переходит, Атлантис снялся. Ну, вот, ветеранскую лигу, давайте не будем скрывать, что там есть, допустим, там, 2-3 игрока, которые спокойно могут дополнить какие-нибудь команды и усилить. Согласны? Тоже сам Максим Ромащенко, да, то есть, как бы, по статье... Я бы сказал, побольше, чем 2-3. Ну, нет, это я просто... Можно всю команду разбирать, расхватают просто с руками от Руны. Да, расхватают, да, просто, может быть, не каждый пойдет, да, то есть, но весь же вопрос в том, что, я имею в виду, есть действительно 2-3 десерина, которые могут играть... В любой команде. В любой команде. И я даже говорю сейчас не о первом дивизионе нашем, понимаете, то есть, о других, и даже не о нашей премьер-лиге, просто о высших дивизионах других округов. То есть, они там не затеряются, на уровне игроков, которые там находятся постоянно в тренировочном процессе даже, да, то есть, которые, мне кажется, это делают на это укол. Вот, пожалуйста, вам команда развалилась, чем не повод для того, чтобы ее подергать, скажем так, пощипать. Поэтому, может быть, кто-то и окажется даже, кто неизвестный. Это интереснее. Кого бы забрал? Есть у тебя фавориты? У меня фавориты? Ну, я на КФЛ Максима звал, но он, к сожалению, уехал. Он не смог, вот. Но я бы, наверное, еще раз попробовал. Ну, я пока об этом не думал, потому что, честно, хочется чуть-чуть восстановиться и отдохнуть. Пока еще наметков никаких нет на игроков. Есть ли какие-то планы на лето, я имею в виду, твои личные, отдыхать? Да особо, честно говоря, не получится. Отдыха, вот. Как всегда, съезжу к другу в Липецк, вот, который играет у нас в «Портере», в Хлебникову, у Кости. У нас там свой сборная Москвы против сборной «Лебедяне» турнир там тоже. Но он, как бы, больше делает для своих. Плюс там детский турнир, вот. Мы проводим волейбол, играем там буквально где-то неделька-полторы. Вот. А потом у меня уже у старшего начинаются тренировки, и, честно говоря, отдыхать уже никак не получится. Так что в основном я буду здесь. Вот. И уже, наверное, буду готовиться, ну, искать какие-то кубки обязательно, наверное, будут, как и в том году, предсезонные. Вот. Вот, наверное, будем участвовать. Ну, опять же, от руководства тогда получим уже какую-то, ну, какую-то ясность. Уже будем понимать, к чему готовиться, как и, естественно, если все остается, то мы будем участвовать двумя командами. Ну, в каком-то, либо в разных двух кубках, как на зимнем, да, либо в одном, вот, как вот на юге мы участвуем. И тоже выигрываем. Да. Ну, вот эти кубки мы выигрываем, да. Да, но пока вот нам, к сожалению, не даются, так скажем, более серьезного уровня кубки. Хотя я считаю, что как на КФЛ, так и на Кубок КФЛ АФК с большим потенциалом был, такая получилась недосказанность, большой задел был. Еще раз говорю, что мы, нас два раза остановили команды, которые играли в финале. И из них одна выиграла финал, другая стала серебряным призером. То есть, это говорит о силе соперников, которые нам попадались, может быть, не на той стадии, которой нам бы хотелось. Но, опять же, это футбол. Хочешь выигрывать, побеждай. То есть, все, что можно сказать. Так что так. Макс? Ну, наверное, еще один последний вопрос. Максим не изучал. Те команды, вот если опять про ТРСВ мы говорим, которые со вторых дивизионов поднимались. Потому что там определились вот эти вот 8, даже 8, не 6, а 8 коллективов, которые зайдут и которые там очень ликуют тоже, как ты говоришь, уже намерения свои заявляют о том, чтобы бороться. Это правильно. Я еще раз говорю, что любая команда, которая повышается, да вообще просто идет туда рангом выше, в первую очередь у них эмоции. Эмоции, вот этот вот вкус победы, вкус того, что вот она что-то новое, что-то более такое еще не изведанное ими, да, в первую очередь. Понятно, что со временем это все притрется, все это что-то собьется, вот эта вот пыль останется только, вот как говорится, ясная картинка, да. Вот, нет, я их не изучал, вот, я вообще, как правило, редко изучаю соперников, потому что в большей части, как бы, ну, уже имеешь представление о соперниках, да. Вот, но когда крупные турниры, вот как чемпионат России, там в Сочи, да, в начале сезона мы ездили, да, вот, как КФЛ, допустим, здесь, да, на таких крупных турнирах я нахожусь на матчах своих, в принципе, потенциальных соперников, либо по группе, либо по выходу в плей-офф, смотрю команды, изучаю команды, за счет чего они играют, на что обращать внимание. Да, там такую работу провожу. Ну, в ЛФЛ я чуть-чуть попроще, потому что, как говорится, и игр очень много, и занятость большая, и я и так на стадионе сейчас, говорят, сутками почти не хожу. То есть, новичков, да, вот, в частности, Флагма и Барс, да, будете, проверка будет боем. Ну, с Барсом, я думаю, что у меня будут свои какие-то, наверное, личные амбиции в этих играх. Это я к Дмитрию Вершову, да, и Михаилу Меркулову обращаюсь. Их команды, собственно говоря, поднимаются. Ну, я то, что Барс поднялся рангом выше, я фульс. Мне сообщили. Нет, почему? Ну, я знаю, скажем так. Ну, будем, наверное, закругляться потихонечку. Макс, последний вопрос. Какую оценку поставишь Портеру, Портеру СВ вот за этот сезон? Я, наверное, пятерку, твердую пятерку по пятибалльной системе. Всем доволен? Да, я доволен. Нет, то, что шероховатости, конечно, есть, но это шероховатости внутренние, это шероховатости, наверное, в тренировочных процессах, где-то в постановке какой-то игры, в провалах каких-то отдельно взятых играх, да, то есть, но в целом, я еще раз говорю, если команда ставит перед собой цель в начале сезона победа в Кубке Лиги, в Кубке Лиги, да, то и она этого добивается, чем это не повод для того, чтобы считать сезон результативным, удачным и целиком и полностью выполненную задачу. Если мы, может быть, стояли с задачей выиграть там первую лигу, да, и выйти туда выше, то тогда да, нам было объявлено, что можем побороться за пятый, мы и пятый, как говорится, взяли, заняли это пятое место, поэтому да, твердые пять, с чем я всю свою команду поздравляю, вот, и искренне ими горжусь, потому что действительно очень долгая дорога, тяжелая дорога, со своими сложностями, и мы ее прошли достойно, и я считаю, что у нас действительно хороший, добротный коллектив. Большое спасибо Максиму Сергеевичу Курчаку за то, что пришел к нам, за то, что поделился своими мыслями. Макс, поздравляем еще раз тебя, ну и желаем, конечно же, удачи в стыковом матче. До встречи. Можно я в этом не буду желать удачи, а пожелаю успеха в целом. Спасибо, спасибо. Самое главное, всем здоровья, я желаю. Вот это самое главное. Ну, а остальное, увидимся на наших полях, силеных. Поговорили мы о финалах Еврокубков, поговорили мы о первом дивизионе, но и вот квинтэссенция всего сезона, то, чем, как правило, завершаются наши чемпионаты, это два момента, коллеги. Первый, это Кубок Запада, который были на прошлых выходных, надо тоже сказать, там были сенсации. Во-первых, это победа Успенского над «Титаном». Я давненько не видел вообще, чтобы так, такое длительное количество времени били пенальти, как вот специально один избивает, второй избивает, когда казалось бы, да, подойдет. Получится били, да. Да, били очень долго, действительно, Макс, да, наверное, ты уже устал там уже, наверное. Ну вот, я так радовался, да, я сравнил серию, там, в Кубок Африканских наций как раз тоже начался, и там однажды случился один из матчей, где 18-17 серия пенальти была, там, по-моему, Замбия играла с Камеруном, что ли. Ну вот я же чего-то подобного ожидал. Некоторые футболисты по три после матча в пенальти пробили. Ну вот, в результате, по игре, да, Успенская проигрывала, но отдадим должность, сравняла, да, не расклеились ничего, довели дело до пенальти, и там уже, ну, здесь уже везение, да, повезло больше Успенскому. Ну, я бы здесь сказал, что здесь мастерство больше голкипера Рахманько, потому что сколько он вытащил, да, и в итоге еще и сам забил победный. Да. Я бы отметил просто, может быть, да, конечно, дело в везению, но такие вот подвиги героические. Нашел, кстати, вратаря сборной. Да, молодежь. Во-первых, сборная, во-вторых, ну, настоящий капитан своей команды. Житатия Успенская проходит дальше в полуфинал, собственно, Кубка Запада. Еще одна сенсация, Максим. Ну, давай тебе. Тебе, тебе. Да, случилось. Во-первых, расскажи, кто, как, что. Не сказал бы, конечно, чтобы зрители понимали. Что сенсация, но единственный представитель первого дивизиона в Кубке, это команда Комунар, одолела в тяжелейшем матче, одолела команда ЦДН накануне финала Кубка ЛФЛ. Был на этой игре, присутствовал, смотрел. Ну, в общем-то, Комунар хорошо, конечно, действовал, привез своих лидеров, в частности, Зинченко был, Сопранович и остальные. И забив гол в середине второго тайма, стояли просто насмерть. ЦДН там пересчитал все штанги перекладины, вратарь там в поте лица. Все стояли в подкатах, катились. В общем, дотерпели, дожали и, ну, заслуженно. Заслуженно выходит в пол, в пол, в четверть финал пока что. Да, где в паре с транс-контейнером определят, кто будет на успешное и отличная возможность в финал попасть. Ну, в принципе, да. Но, надо сказать, что, во-первых, транс-контейнер, он, в отличие от ЦДН, не допускает этих игровых провалов, не недооценок, мотивационных проблем. Я думаю, что транс-контейнера не должно быть. Это раз плюс. Во-первых, это уже проблема для Комунара, потому что действительно будет сложно. Плюс со временем утреннее, да, транс-контейнер, все-таки привык играть, Комунар и поставил это время. Ну и плюс, в случае, даже если Комунар пройдет транс-контейнер, то там будет ждать сверх мотивированная команда Успенского, Альдара Зарипова, да, и уж они-то точно захотят, возможно, первые свои трофеи побороться, хотя, в принципе, варианты есть. Но, с другой стороны, тоже у нас, значит, Мегатитан обыграл Гатагов, напомню, да, 4-3, 4-1 вели, Васин забил, Александр Васин, вратарь Успенского забил два мяча, он был полевым игроком в этой встрече, вот, но при этом Мегатитан также был в не самом оптимальном составе, в принципе, давал поиграть там и Кудрявца был, и Король, давненько мы такого не видели, наверное, Дим, да, Кудрявцев вообще чуть ли не весь матч отыграл, потом Сергей Кротков, да, сын руководителя команды также играл, ну, многих, так скажем, достали из, вот, откуда-то из, антресоли, что ли, не знаю, да, и пригласили на этот матч, но, ты знаешь, вот, как будто бы все это время, да, хоть не на наших глазах, но тренировались и были в структуре команды, очень здорово сыграли. Тебе понравилось, да? Да, и ты знаешь, какие-то нотки ностальгии все-таки, так же они присутствовали, мы помним Мегатитан, да, и как он выходил, в общем-то, из первого дивизиона, поэтому, да, здорово. Ну, и еще один матч, ремейк 30-го тура западной премьер-лиги, ФКСП играл с Портером, утренний тоже матч, в принципе, солнце еще было не столь жаркое, хотя было действительно душновато. Естественно, ФКСП собрался чуть лучше, нежели Портера, Портера была всего лишь одна замена. Но, в принципе, по именам, по вот восьмим людям, которые были, состав был вполне хороший, и очень, во-первых, повели 1-0, и большую часть времени Портер держался, на самом деле, было на Тонникова, но в концовке уже все-таки сил не хватило, вот даже не знаю, да, вот неделю назад хватило для того, чтобы забить на 60-й минуте и сделать 2-2, а вот здесь все-таки уже где-то к 50-й, ну, команда уже явно устала тоже, хотя Максим Ковальчук же с трибуны, смотря, он был удален, кстати говоря, вот, он с трибуны подсказывал, очень яростно, но видно было, что Портеру тяжело, и прокуратура, вот, хотя бы практически были все, большинство все-таки сумело реализовать, там буквально 2 минуты было, вот, переломно, 2 раза Портер пускает, и уже вроде бы надо идти отыгрываться, а сил нету, и вот на этом фоне прокуратура добилась победы. Ну, заслуженной вопроса нету здесь, как бы. Все, и здесь нас ждет, получается, суперполуфинал, да, суперполуфинал, он пройдет следующий выходной, и финал, как раз, вот, точка сегодня будет следующий выходной, ну, будет интересно, будет интересно. Друзья, поговорим, проанонсируем еще на следующей неделе мы, естественно, финал Кубка Запада, в матче сборных у нас стоятся в эти выходные, это те матчи, где округ может набрать максимальное количество очков в копилку себе, это статус, это престижно, и молодежная сборная, и основная сборная, они в любом случае попали в финал четырех, напомню, в этом году формат немножечко поменялся, да, если молодежка стартовала там с полуфиналов, да, и вышли в финал четырех, то в основной сборной здесь был кардинальный, так скажем, ребрейдинг, и сразу финал четырех. Максим, помнишь, мы еще общались, то, что вот это две группы, А, Б, как в Лиге нации, по-моему, да? По такому же, похожему на принципу будут на ваших экранах сейчас списки игроков, которые попали в сборную, но вот, друзья, да, если вы посмотрите на состав молодежной сборной Запада, то здесь представители в основном это Успенского и Гатакова, я напомню, что... Успенский, Гатагов и Титан. Ну, по-большому. Ну, Титан всего лишь Артем Зуев и Камиль Шахбана, да, вот, ну, так же, ты знаешь, и ЦДН, так же, можно сказать, Лашка Шкашвили выделяется, да, и, кстати говоря, Максим, ты знаешь, кого вызвали из ЦДН-2? Да, в вратаря Егора Старикова. Да, все верно. Первый, ну, скорее он будет... Второй, да. Да, скорее ему почувствовать атмосферу, понять, что такое сборная, потому что, естественно, первым будет Виктор Ихманько, особенно после матча с Титаном, это естественно. Вот, все остальное составляет, естественно, Костяк, Успенская и Титан, и Аслан Гатагов, прошу прощения, потому что тренер, во-первых, Аслан Гатагов и Эльдар Зарипов, вот, два человека, которые будут отвечать за результаты сборной. И много молодежи очень в их командах. Много молодежи... И мало в других. Да, вот, все сложилось в один единый рейт. Ну, относительно, если поковыряться, посмотреть, я думаю, что там пару-тройку можно, в принципе, найти. Вот, я, например, знаю, что Рамис Шемшединов еще даже расстроился, да, это капитан сборной Запада, это человек, который привлекался последние, там, 3-4 года, который играл постоянно в финалах, да, например, тоже. Ну, вот, видишь, как переходы иногда сказываются. Ну, да, 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 хотя, в принципе, Рамис смотрится неплохо. Сейчас в Фениксе 9 докажут, что достоин основной сборной. Да, это раз, потом, опять же, да, понятное дело, когда приходит новый тренер, новый менеджер, да, в любом случае, они видят сборную по-своему, и на ответ на все нам даст свой, ответ на все нам даст, естественно, результат. Результат в прошлом году был третье место, ну, в этом году хотелось как минимум, чтобы оказаться в призах, ну, а как максимум, естественно, золотые медали. Что касается основной сборной, здесь тоже, вы видите, список футболистов, которых Дмитрий Смирнов вызвал, но здесь ожидания все-таки чуть больше, потому что, во-первых, мы два раза подряд сейчас выигрывали сборную, сейчас хотелось бы все-таки сделать хитрик и в хорошем настроении уйти на каникулу, так скажем. Вот здесь, в принципе, Дмитрий Смирнов полагается на проверенных бойцов, вновь вернулся, там, Виктор Капков, например, впервые получил вызов Виктор Воробьев, например, Георгий Кашкашвили заслужил, да, по Георгию были вопросы, но не игрового характера, там, исключительно количество вратарей. Если бы один вызывался, то это был Сергей Лихонин, да, потому что он номер один в сборной, вот, вопрос либо полевой просто, потому что будут сложные игры, либо вызывать второго вратаря, но если бы второго вратаря, то, конечно, это был бы Георгий Кашкашвили, но он, собственно, и в списке. Ну, благо он с Шеффилд Юнайтед не улетел в Англию играть за эту команду, потому что здесь против Торпеды Георгий играл, как Сэм. Для вас есть какие-то фамилии, которые вас удивили? Ну, честно говоря, Сергей Алборов. Да, хоть и, безусловно, очень заслуженный футболист, и очень много сделал не только для сборной Запада, да, для многих команд и для сборной России, но все-таки, наверное, человек, который уже какой-то продолжительный, да, промежуток времени не имеет игровой практики. Ну, это не то чтобы вызывает вопросы, но здесь, видимо, какие-то вот личные ощущения, что ли, тренерского штаба, да, личное доверие. Это раз, да, Дима, и все-таки я вот сразу сказал, что Дмитрий Семенов делает ставку на проверенных людей, и как раз вот Сергей Алборов один из таких, он никогда не подводил тренера сборной. Впервые вызван в сборную Данил Кириченко из ФКСП, да, он проводит великолепный сезон. Абсолютно без вопросов. И здесь вообще вопрос не вызывает. Кутузов, Ульяненков, Медведев, в принципе, тоже, но Кутузов подтвердил свой вызов еще и хорошей игрой против Титана, вот, хотя и неплохой был КФЛ, да, хотя тоже сезон, вот, был у него такой нестабильный. Все-таки лучше бомбардир, да, западный премьер-лиги, забил, да, действительно Титану, вот. Мы обсуждали Виктора Воробьева и в прошлой передаче, я помню, да, но показал он такой уровень, просто ворвался, можно сказать, в сборную, да, в последние матчи просто тащил на себя. Да, и еще одна фамилия, которая тоже удивление вызывает, Майга Мамаду. Понятное дело, что он достоин вызова в сборную, но если он физически не готов играть, то зачем? Он не готов, он его не вызвал в сборную. А, в списке просто нету, в списке нету, Майга Мамаду нету, вот, он должен был быть. Просто на прошлой передаче, по-моему, обсуждали? Да, он был вызван, но потому что не было понимания по его состоянию. Чисто по состоянию, да, вы видели, что он на финал даже не переодевался, и помню, что он не сможет играть, а рисковать, понимая за неделю, что может, не может, это очень опасно, это раз, это минус один человек, возможно. Во-вторых, Мамаду, возможно, как честный парень, он не сможет сказать, что я не смогу, ему придется играть через боль, играть не так, как он может, и, ну, будет только хуже всем. Поэтому было взвешено решение, принято, что на эту, на этот финал четырех Мамаду не вызвать, хотя мы все очень расстроены. Он пытался сыграть против Комунарова в субботу на кубок, но там даже укол не помог, то есть заменился и по состоянию здоровья не может. Впервые попал еще Сергей Терентьев в сборную, тоже мы его с этим поздравляем, с дебютом, посмотрим, как Сергей Терентьев себя проявит. Вот, хотя сильный защитник, да, но вот не всегда попадал в поле зрения тренерского штаба. В целом, все остальное без изменений. А, вот я еще свои ощущения скажу. Очень жду, что Кирилл Бирюков себя проявит и в сборной, потому что действительно это один из ведущих футболистов, не только на Западе, но и вообще в футболе 8 на 8, на мой взгляд. И если он не подпишет, например, контракт с какой-то профессиональной командой, то это, ну, железнейший кандидат на то, чтобы поехать за национальную сборную на один из турниров. Вот, поэтому в целом мы ждем, наверное, чего ждем? Победы? Конечно. Однозначно ждем хитрика сборной Запада. Состав хороший, но, друзья, первый матч у нас против Юга. Финал четырех, я напомню, это Запад-Юг, Восток играет против Севера. Вот, вновь Юг, как в финале Кубка ЛФЛ, но здесь все-таки расклад сил, я надеюсь, что будет все-таки немножечко другим. Хотя... Есть информация, что... Нет, вот, Макс, Макс, ты практически вот глядишь в воду, да, будет тройка. Будет тройка, и я могу сказать, что будет тяжелейшая игра. И даже не сказать, что Запад будет фаворитом по нынешнему состоянию. Хотя, безусловно, фаворит Запад, потому что... Ну, скорее, по инерции, да, потому что он двукратный чемпион, потому что он постоянный участник финала, четырех финала и так далее. По опыту, да, но вот по нынешнему состоянию все-таки Юг, как минимум, не хуже. И стоит его опасаться. Тройка. Тройка не хуже. Ну, или тройка не хуже, да. Как угодно, где можно называть. Но я надеюсь, все-таки, что мы прорвемся в финал, и там сыграем либо с Востоком, либо с Севером. Там тоже, кстати, непредсказуемая заруба, и все сложится, может, как угодно. Расписание на ваших экранах. Воскресное матче будет все проходить в воскресенье. Все мы их покажем. Все будут транслироваться с профессиональными комментариями. Ну, и, надеемся, верим в нашу сборную. В студии был Дмитрий Иршов, Максим Киселев, Михаил Меркулов. Увидимся через неделю и поговорим о вторых дивизионах. До свидания. Играйте в футбол.